Жаклин Рок Ей было 27 лет, а метро – 73. Легенда гласит, что он ее добивался полгода и дарил ей каждый день по цветку. В 1954 году он впустил ее в свой дом. Свидетели их совместной жизни говорят, что Жаклин называла Пикассо не иначе, как Монсеньор и Солнце. Она была его женой, любовницей, другом, тенью, сиделкой, секретарем и даже стражем. Сам Пикассо даже выражался в таком ключе, что она придумала для себя новую религию в виде него. Жаклин была очень маленького роста. Она была ниже Пикассо, который, как говорят, сильно комплексовал из-за своей миниатюрности. У нее была шестилетняя дочь от первого брака Катрин Ютен. Хотя, например, Пикассо утверждал, что он никогда не свяжет свою жизнь с женщиной, у которой есть ребенок, от другого. Тем не менее, в скорости в этом же 54-м году она вместе с дочерью переселилась в Лагалуаз. А затем она кочевала вместе с художником по другим домам. В 1961 году Пикассо женился на Жаклин. Она стала второй мадам Пикассо после Ольги Хохловой, которая умерла в 55-м году. В день ее смерти Пикассо звонил Мари Террес и просил ее руки, но Мари Террес его отвергла. На первых своих портретах кисти Пикассо Жаклин Рог похожа на сфинкса с холодом во взгляде. Говорят, что Пикассо предвосхитил эту сталь. Но в 54-м году будущая мадам Пикассо была мягкой и не показывала свою власть над жизнью гения. И вообще свою властность. Таковы женщины знака рыб. Они одновременно могут страшно любить и быть очень ласковыми, и одновременно они могут быть буквально железными леди. Кто их близко знает, точно понимает, о чем я говорю. Облик Жаклин приняли все женщины из гарема на вариациях знаменитой картины Ежена Делакруа «Алжирские женщины». Пикассо работал над вариациями с декабря 1954 по февраль 1955 года. В итоге получилась серия с 15 холстов и двух литографий. Считается, что Жаклин Пикассо рисовал, кстати, наиболее часто, чем всех других своих женщин. Но они и прожили дольше. Потом, значит, для Пикассо вообще в конце жизни жиропись была единственным оружием против главного его врага смерти. Жаклин Рок со временем почти полностью изолировала его от родственников. К нему не пускали детей, сообщая, что месье нет дома. На вилле Нотр-Дам-де-Ви были электрические ворота с системой внутренней связи. Особо настойчивых посетителей отпугивали собаками. Например, в 1963 году Палома хотела навестить отца, но ее не пустили. В тот день, когда передо мной захлопнулась дверь, вспоминал Клод, которому тоже было отказано, будто сверкнула молния. Клод не мог смириться с предательством отца. Он пытался даже покончить с собой, но на радость матери и сестры, слава богу, неудачно. Вообще, когда я думаю над его последними годами жизни с Жаклин и над этим ее упорным желанием изолировать от всех, мне очень вспоминается книга Стивена Кинга, его роман, вернее, под названием «Мизери». В этом романе рассказывается о том, как фанатка-книголюбка с психическими отклонениями случайно подбирает раненого писателя, фанаткой которого она как раз и является. И делает она его своим пленником у себя на ферме. Он попадает и в психическую, и в физическую зависимость от этой женщины. При этом, что примечательно, в романе она по-своему предстает таким даже своего рода человеком, которому испытываешь сочувствие, таким человеком, который вот просто пытается выжить в этом враждебном для нее мире. И вот такая форма подачи материалов писателям как бы заставляла читателя и понять ее, и понять ее безумие, и даже чуть ли не начать отождествлять себя с ней. Например, Жаклин Рок, которая всеми потом своими пасынками и падчерицами обязательно во всех интервью была подана как самая злая и отвратительная, какая только не может быть мачеха, в книге журналистки Пипиды Дюпун наоборот предстает в образе человека, который всячески только исполнял волю своего мужа, а не был вот таким злым гением как бы для его детей, что она наоборот всех детей его обожала. Я думаю, что там было и то, и то. Безусловно, она оградила его, но делала она это вот как делают знаки рыб, просто из вот такой же присущего одним знаком ревнивости и собственничества, и уверенности в том, что она как раз-таки вот самая, что ни на есть самоотверженная служительница для него, и что лучше, чем она, этого никто не сделает. А мнение всех остальных ее, в общем, я думаю, совершенно не интересовало. И думаю, что в конце жизни Пикассо, в общем-то, наверное, даже боялся ее по-своему. Так что все очень сложно. Вот, например, писатель Франсуа Моряк, французский писатель, вспоминал, что, глядя на картины Пикассо, я всегда испытываю двойственное чувство. Мне кажется, что он и гений, и лжец. Меня не оставляет ощущение, что я присутствую при покушении старого колдуна на человеческое лицо, причем движет им именно ненависть к тому, что он изображает. Да, Пикассо снова и снова искажал женские черты, женское тело. Вот он рисует бесконечно Жаклин, но тоже искажает и ломает. Водные знаки очень сложные по своей природе. Я думаю, что 20 лет они не зря прожили. Я склонна думать, что они очень хорошо понимали друг друга. Они наверняка тонко понимали, как подходить к настроениям, которые меняются у водных знаков по 25 раз на дню. Между прочим, в России тоже был аналог такой же пары, как, скажем, Пикассо и Жаклин Рок. Я говорю о режиссере Пырьеве и его последней жене Лайонелле Скирда. Потом она тоже стала Пырьевой. А после его смерти она станет Стриженовой. Так вот, он прожил много лет с Ладыниной. За то, что Ладынина, уставшая от его ревности, решила его немножко как бы пошантажировать, написала записку о том, якобы в портком, но не собиралась ее посылать, а выкинула эти обрывки в корзину, чтобы он увидел. А их уборщица в доме, конечно, быстренько предъявила ему такой компромат. И он сразу после этого ушел и никогда не общался с Мариной Ладыниной и прекратил всяческие с ней отношения и, в общем-то, заблокировал ей карьеру. Так вот, совершенно молодая и очаровательная Лайонелла, это Скирда, рыба по знаку Зодиака, встречает одинокого, уже совершенно отчаявшегося и очень грустного Пырьева, потому что он расстался с предыдущей женой. Я за Марченко ее фамилию, она ему изменяла, и, в общем, там со скандалом они развелись. И вот Лайонелла как раз становится ему ближайшим другом и помощником, и поддержкой. И во всех интервью всячески рассказывает о том, какой он хороший, и что все остальные женщины как раз были страшно перед ним виноваты, а он буквально гениален, и самый что ни на есть был ей нежный и ласковый друг. И она ему не изменяла, он ей тоже, и так они прожили 6 лет до его смерти. Так что рыба и скорпион, конечно, всегда найдут общий язык. Павло Пикассо работал до последнего дня своей жизни. Смерть его настигла 8 апреля 1973 года в имени Нотр-Дам-де-Ви. Художник, как и его вторая жена, Жаклин Рок, похоронены возле принадлежавшего ему замка Вавинарк. Пикассо оставил после себя еще одно пророчество. Когда я умру, это будет словно кораблекрушение. Когда тонет большое судно, людей засасывает на дно вместе с ним. Жаклин Рок не пустила на похороны никого из детей Пикассо. Его внук Паблида, которого не пустили на порог сразу после того, как по радио было объявлено о смерти художника, выпил бутыль хлористого калия и умер в больнице через 2 месяца после отравления. Сын Пикассо от Ольги Хохловой умер в 1975 году от цирроза печени. Пауло увлекался алкоголем и наркотиками. Мари Террес Вальтер покончила с собой в 1977 году, через 50 лет после знакомства с Пикассо. Майя, Клод, Палома и Жаклин Рок с трудом в 1977 году поделили между собой наследство Пабло Пикассо. Его имущество было оценено в 260 миллионов долларов. В произведении искусства осталось около 60 тысяч единиц. В 1986 году Жаклин Рок покончила с собой, после того, как организовала большую выставку Пабло Пикассо в Испанском музее современного искусства в Мадриде. Сам Пикассо, конечно, обессмертил себя своим творчеством. Интерес к нему, хотя бы как форме инвестиции, точно не утихает до сих пор. Да и стоимость на его полотна многим кружит головы. Например, в 2015 году был суд над бывшим электриком Пикассо, у которого каким-то образом оказалась целая коробка рисунков Пикассо, якобы подаренная ему. Но суд не поверил этой версии и осудил этого электрика на два года условно. А в 2018 году суд оправдал этого электрика. И версия теперь гласит, что это также Клин Рок хотела спрятать несколько коробок от пасынка Клода у этой семьи, у электрика. А потом, забрав там все коробки, одну оставила якобы в подарок. Тоже я как-то в этом сомневаюсь. Но всякое бывает. Например, в том же 2015 году суд Монако осудил арт-дилера Бувьер, швейцарца. И присудил того отдать две из трех купленных у него миллиардером Дмитрием Рыболовлевым картин, на которых изображена Жаклин Рок. Потому что приемная дочь Пикассо заявила, что именно эти две работы были пропавшими после перевозки ряда картин в хранилище, принадлежавшие как раз этому самому арт-дилеру Бувьер. Кстати, та картина, которая осталась Рыболовлеву, не стоит тех денег, как выяснилось, которые он заплатил Бувьер. А также не стоит тех денег ряд других произведений искусства, как, например, вот эта картина Климпта «Водяные змеи». И тоже ведется уже очень длительное разбирательство Рыболовлева с арт-дилером Бувьер. А с другой стороны, вот эту картину «Да Винчи. Спаситель мира» – это одна из работ, которые остались в частных руках «Да Винчи», а не в музеях мира. Так вот, эту картину он продал за 450 миллионов всем громко известному саудовскому принцу Салману, который хранит ее, кстати, на своей яхте стоимостью в 500 миллионов долларов, потому что планирует якобы построить Лувр в Абу-Даби. Так вот, и продал он эту картину принцу Салману в три раза дороже, чем он купил. Вот такие страсти вокруг произведений искусства. Знал ли молоденький Пабло из провинциального города Малага, чего он добьется? Думаю, не знал. Но думаю, что он верил. Продолжение следует...